Моя имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Продолжаем 20 главу невидимой брани первой части Никодима Святогорца. Это как побороть нерадение, лень, неделание. О нерадении мы уже говорили в предыдущем выпуске, что приводит к полному ослаблению и ослеплению воли сердца. И ты даже не видишь, что ты в этом болезненном состоянии находишься. И ты даже не можешь уже представить своему сознанию те здравые суждения, которые были бы сильны подвигнуть эту разленившуюся волю, сколько можно скорее и со всем усердием исполнить должное дело, не отлагая его до другого времени. Ну вот какое должное дело? Да это что для нас должное дело? Да это в первую очередь молитва и подготовка к причастию, чтобы принять кровь и тело Христово. Сказал, ешьте, пейте, чтобы иметь жизнь вечную. От этого дела, ой, все что угодно отвлекает. Это же самые добрые дела. «Ибо недовольно делать дела скоро, но должно каждое дело делать в свое ему время». Вот такой устав хорошего бы, конечно, ну а хорошо бы какой-то устав иметь в себе, такое расписание, и оно тебя обязывает. Но вот мне его не очень-то хочется иметь, потому что придется вот этому уставу слушаться, а не делать, ну, хочу-сделаю, хочу-не сделаю. В свое время, какое требуется посвойство его, и со всем вниманием и тщанием, чтобы оно явилось возможным совершенствием. Слушай, что написано. «Проклят всяк, творяй дело Господне с небрежением». Проклят всяк, творяй дело Господне с небрежением. «А как ты себе так вот, как ты молишься?» Бывает с небрежением. Вот, ну вот, увидеть это хотя бы, да, как-то сокрушиться, покаяться. Ведь это на исповедь можно тоже нести, ну, таинство исповеди. И нести, да нести, и вывалить это все. Тоже до конца они, они с небрежением, да не... Да вы, на исповедь тоже можно прийти так с небрежением. Ай, назвал, и все. Опять все на кончике языка, губ остается, а сердце холодное. «И такой беде подвергаешь ты себя, потому что ленишься подумать о достоинстве и цене предлежащего тебе дела, чтобы побудить себя сделать его в свое время и с такой решимостью, которая развеивала бы всякие навеиваемые леностью помыслы о сопряженных с ним трудностях, чтобы отклонить тебя от него». А полностью, конечно, на молитву даже вечернюю, например, встать и решиться готовиться к причастию. Прямо сейчас встать и все, готовиться. Полетит такая бомбежка. А сейчас это, сейчас то, кто-то еще позвонит, кто-то зайдет, скажет. Вот и таких сразу много препятствий становится. Незначительным все. Ай, это сейчас сделаю, сейчас все сделаю, сейчас все равно все помолюсь. Потом уже только очухаешься, когда уже только спишь, или служба прошла, а ты и не причастился. Господь шел тебе навстречу, а ты отошел в сторону, и Он прошел. И ты не коснулся даже края одежды Его. Да не отходит оба от мысли твоей убеждения, что одно возношение ума к Богу, одно возношение ума к Богу и склонение вот этого нашего произволения, которое получается возможным, когда нам все-таки ум к Богу нужно вознести, горе имеем сердца, и одно смиренное колено преклонения во славу и честь Бога, несравненно более ценно, нежели все сокровище мира. На чашу весов-то положить. Все сокровища мира. Даже свой тугой кошелек, каким бы когда-нибудь ни был у тебя, взять, и как Он тебя радовал. И как вот, Господи, и на колени упасть. Что больше нас радует, что чаще мы делаем. Ищем тугой кошелек, а не падаем на молитву. И что всякий раз, как прогнав нерадение, понудим мы себя с отчаянием совершать должное дело. То есть, мало увидеть и прогнать. Нужно понудить себя опять совершать вот это должное тебе дело. что, опять же, даже и Лукавый может отступить тебе. На, смотри, что ты делаешь. Ты увидишь, ой, да, все точно, больше делать не буду. Он отступил, ты, а, ну все, отлегло. И Лукавый видит, что ты, в принципе, ничего, никакую оборону на этом пробитом отрезке своей границы, защиты, не возводишь опять, не реставрируешь ничего. И он опять потом туда запустит свой снаряд, и ты опять будешь кровоточить своей душой. С отчаянием совершать должное дело. Ангелы на небесах готовят нам венец славной победы. И что, напротив, для нерадивых не только нет у Бога венцов, но что он мало-помалу берет обратно от них и те дары, которые дал прежде за усердное служение. И, наконец, самое страшное, лишит их и царства своего, если пребудут в нерадении, как в притче званых на вечер и поленившихся прийти. Сказал, глаголю вам, як и не един, мужей тех званых вкусит мое вечери. Так и о мудрых девах. У одних полные светильники, или у других пустые оказались. И они же знали, что надо, и знали, что жених придет, и знали даже, где взять. Но вовремя не взяли. Ай, потом. И мудрые же были девы. А сказали, не знаю вас, и не вошли они на брачный пер. Нерадение. Мудрые девы, мудрые. Нерадение. Нерадение. Такова участь нерадивых тем же, которые отщаливы и нудят себя без саможаления на всякое дело. Без саможаления. Саможаление на исповедь. Только так, сердечно бы. И нудит себя без саможаления на всякое дело. Господь умножает свои благодатные дары здесь и готовит вечно блаженную жизнь в Царстве Своем Небесном, как сказал. Царствие Божие нудится, и нужницы восхищают Е. Нудится тяжело, потому что мы повреждены болезнью, склонностью к греху. Если еще впускаем вот это, забываем о Боге, не причащаемся, не молимся, благодать не получаем, святое место пустое не бывает, заполняется все духом совсем другим, мы слепнем и даже не видим своего состояния. Все, опять же, сами своей волей живем этой жизнью, но не чаем, не чаем воскреснуть. Не хотим, отказываемся. Отказываемся от Царствия Небесного, отказываемся от того, что Христос пришел в этот мир, родился, распят был, страдал, ради чего все это было. Я говорю, ай, не хочу, потом. Ну вот, потом. А потом может и не быть. помоги Господи бороться здесь и сейчас. и не быть. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.